Вообще все люди имеют какое-то диаполе, если от них что-то исходит, это нормально, это просто все может быть вполне естественно. И вот после этой психоделики люди не смогли опомниться так просто. И эта чернота, она здесь витална. Но это тяжелый образ жизни имеется в виду. Вообще, образ жизни Волинг-Столст, там не все уже выживали. Психические издвиги это вообще нелегко. То есть вот эта культура, на которой возникли Битлз, Волинг-Столмс, Пинк Флойд, это тяжелый образ жизни, это выбор жизненный. Наверное, не знаю. Потому что вот такой настоящий отрыв, на это нужно иметь недюжинную силу вообще. Воле, здоровье еще. Ну воля, кстати, да. Ну а как же. Ну вот, я не знаю, может чуть-чуть потише сделать этот Ютуб, потому что он мне будет забивать кадр. Слушай, мне надо ребенка накормить, я сейчас блинчик принесу ему, ладно. Вот. Ну и вот с тех пор, как бы, чем все закончится. Закончится все тем, что я погружаюсь в Мегдепру, не могу оттуда выкарабкаться. Все мои любовники, которые мне пишут, говорят, Марина. Ну слушай, а что такое депрессия, на твой взгляд, депрессия, к чему она выражается? Ну это когда человек не может встать, там, я не знаю, комплексы тебя забивают. Когда не можешь встать с постели с утра. С постели не можешь встать. Потом очень физически плохо, там, я не знаю, все нормально встают, бодренькие там. А я просто в таком, вот в такой тоске, в таком отчаянии не могу подняться. И никто мне не может помочь. И все уже начали. У меня такая похожая фигня сейчас в последнее время. На самом деле, у меня последние два года депрессии мучают. Ну, не знаю, давайте трахаться почаще, Семен, надо чаще трахаться. Ну, слушай, во-первых, легко сказать, во-вторых, у всех это проблема, у всех недотрах. Вот кого не возьми, у любого человека недотрах. Решить эту проблему нельзя, я это понял. Научись трахаться. Да нет, ну ты же не будешь с кем попала, во-первых. Да ладно, ладно, конечно. Но это от, как сказать, главное не думать. Ну иногда, тут я с тобой соглашусь. Главное не думать. Потом. Вообще сознание мало чего решается, на самом деле. Да. Но оно как бы чуть-чуть, вот в музыке, я понял, я сейчас, ведь я за эти два года, последние два-три года, я стал музыкантом по-настоящему. Я открыл, что в музыке разум должен быть где-то сбоку, немножко. Основной в ней не разум, но сбоку он должен быть обязательно. Ну да, она же сложная такая. Там разумное начало присутствует. То есть без башни нельзя. Даже у Битлз, у Пингфойт. Вообще, в принципе, без башни человек не должен быть без башни. Абсолютно без башни не должен быть, да. Мне он не нравится, человек без башни. То есть я считаю, что человек должен быть разумным. И это самое, что... Это и есть как бы вот этот смысл, от которого я не готова отказаться, господа. И я как бы с детства была как раз весьма разумной. Абсолютно без башни.